Всем доброго вечера с первым снегом и шестым выпуском программы «Хоккейный характер». Подарок от природы в виде раннего начала зимы послужил причиной сегодня небольшой задержки вылета «Локомотива». Утром наша команда отправилась на самый восточный выезд сезона. И вот около 11 утра самолет все же взял курс на Новосибирск, но наша программа выходит без опоздания. 19.30, это прямой эфир, меня зовут Александр Саханов, и мы начинаем. Вторую победу при «Кинге» мы все вместе ждали очень долго. Напомним, что три очка мы взяли уже в дебютном матче Седовласова наставника, вернувшегося в Ярославль на смену Шона Симпсона. То был поединок против московского «Динамо», но затем осечки в Подольске, Москве и уже дома против «Торпедо» чуть испортили общий радостный фон. И вот победа во вторник над «Северсталью» вновь добавила оптимизм. Сегодня мы не будем подробно останавливаться на всех этих встречах, а побалуем вас хит-парадом голов при «Дэви Кинга» голами, естественно, «Локомотива». Поехали! Продолжение следует... Подбор к уголов открывает Мартин Тернберг. Его удачное действие в большинстве его матча против «Северсталью» вы видели, подставлена клюшка. Ну и переходим к шайбе номер 4. Джефф Плэтт сравнивает счет, делает его 2-2 в поединке против «Нижегородского торпедо». Удачная комбинация легионеров «Локомотива». Сам Плэтт сначала здорово отборолся на борту, отдал передачу на Ирженоватный. Тот подключил к действиям Мартина Тернберга. Ну и в конце концов тот же Плэтт с пятачка поражает ворота Ивана Косутина. В чем-то похожую шайбу наши иностранцы забросили в Санкт-Петербурге. Тогда отличился Тернберг, а сейчас это сделал Плэтт. К сожалению, вот эта шайба лишь установила ничейный результат. В дальнейшем команды еще по разу друг друга огорчили. Ну а добычей «Локомотива» в этом матче стало всего лишь одно очко, поскольку в серии буллитов мы чуть-чуть нижегородцев не догнали. Переходим к тройке сейчас лучших голов за последние две недели. И вот молниеносные комбинации в поединке во вторник против «Северстали». Сергей Плотников и Егор Аверин воспользовались ошибкой обороны и нападающих череповецкой команды. Воспитанник нашей школы Павел Лукин не слишком удачно отдавал передачу на своего киоску Павла Бучневича. Собственно говоря, вот этой осечкой очень здорово и воспользовались два игрока первого звена «Локомотива». Якуб Штепанок оказался отрезанным уже от действий, и Аверин посылал шайбу практически в пустые ворота, точно под перекладину, шансов у череповецкого голкипера не было. Шайба номер два. И здесь мы вновь смотрим за игрой «Локомотива» против «Северстали». И вновь в центре внимания наше первое звено. Егор Аверин с помощью упавшего здесь Ильи Николенко выигрывает себе шайбу после вбрасывания. Было несколько вариантов для продолжения этой атаки у 29-го номера нашей команды, но он выбрал, наверное, самое нестандартное, подключив к действиям Даниила Апалькова. И центральный нападающий поражал уже практически пустой угол. Сменивший Якуба Штепанока Роман Смирягин не успевал здесь никоим образом переместиться. Счет стал в этот момент 4-2. И в конце концов скажем, что эта шайба Апалькова стала победной в матче. Окончательный счет, как вы помните, 5-3. Ну и, наконец, победитель нашего хит-парада Сергей Коньков. Его шайба в ворота московского Динамо. Это, я напомню, первый матч при Дэви Кинге. В чем-то напоминает эта шайба плей-офф прошлого сезона. И шайбу того же Конькова в ворота того же Александра Еременко. Проход практически от своей синей линии до чужого пятачка. И если тогда Сергей пошел на сдвижение с голкипером столичной команды, то сейчас взял гроссмейстерскую паузу. Ушел от защитника Андрея Миронова, который до последнего не знал, что же делать с нашим нападающим. Ну и выкатившись далеко уже Еременко, практически не мог закрыть пустые ворота. Сергей Коньков его лучшая шайба за последние две недели в матчах при Дэви Кинге у Локомотива. Ну а сейчас я рад приветствовать в студии хоккейного характера человека, чей вклад в развитие нашего клуба, всего ярославского хоккея, трудно переоценить. Двукратный чемпион России в составе торпеды и локомотива, ныне спортивный директор молодежных команд Лока и Лока Юниор Александр Аркаевич Ардашев. Александр Аркаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Аркаевич, ну начнем, наверное, с общего подведения итогов вот этого стартового месяца чемпионата. Каким он вам показался в исполнении Локомотива, что позитивного на данный момент можно отметить? Ну я думаю, что все согласятся со мной, все болельщики, что старт наш, можно сказать, неудачный. Конечно, мы все ожидали более удачного старта. Для этого мы проделали большую работу, сохранили костяк команды, пригласили опытных игроков и жену отны, Терберга, Мартина, да. И мы, конечно же, рассчитывали, что старт будет совсем другой. Конечно, можно рассуждать и говорить о наших неудачах, что тяжелый календарь первой игры были с очень серьезными соперниками. Но, вы знаете, первая игра, конечно, внесла какой-то оптимизм в наши сердца, да. Команда сыграла очень достойно, проигрывая 0-2, мы сумели выровнять положение, сыграли очень достойно, но, к сожалению, проиграли. Остальные игры у нас сложились менее удачно, команда показывала не такой зрелищный хоккей, который мы все ожидали. Ну, будем надеяться, что это впереди. Как раз вы упомянули и Женоватна, и Мартина Тернберга. Буквально накануне выезда мы и поговорили с одним из лидеров «Локомотива» о том, какой получился этот первый месяц игровой и что ждать нам от предстоящего выезда. Давайте послушаем Иржи Новод. Иржи, позади уже достаточно много матчей. Понятно, что, наверное, не совсем тот результат, который ожидали команды, и болельщики, и команда. Какое сейчас вообще настроение накануне такой дальней поездки и большого количества матчей на выезде? Мы сыграли уже 15 матчей и встретились со многими лидерами КХЛ. Нынешний результат, конечно, далек от того, на что все мы рассчитывали. По этой причине произошли изменения в нашем тренерском штабе, и всем известно, что вернулся Дэйв Кинг. Был целый ряд матчей, в которых нас с соперником разделяло самое малость. Дважды мы уступили в серии буллитов. Мы все еще находимся не там, где хотели бы, но с каждой игрой наша команда становится лучше. Мы стараемся прибавлять. И сейчас уже не столько оглядываемся назад, а смотрим в будущее. Например, сейчас для нас на первом месте стоит успешное выступление по ходу ближайшего выезда, который будет не только затяжным, но и, конечно, очень трудным. Если мы будем играть правильно, со страстью, то у нас есть хорошие шансы привести максимально возможное количество очков. Для победы одного таланта или мастерства недостаточно. Победы сейчас даются только тяжелым трудом. Ну и, как показал стартовый отрезок регулярного чемпионата, легких матчей не бывает в принципе. Надо работать, играть дисциплинированно, выполнять задания тренера. И вот только тогда все получится. Вы уже сказали также о том, что в команду пришел Дэйв Кинг. Когда вы в прошлом году играли в Альве, вы противостояли команде Дэйва Кинга и снаружи смотрели на его тактику. Теперь вы в его команде. Есть ли какое-то отличие и как вам работает с новым тренером? Конечно, я играю для него сейчас. В последнее время я играю против него. Ну, ключевое отличие, что я сейчас играю за него, а не против. У Дэйва, конечно, очень большой опыт. Он в хоккее уже больше 40 лет. При этом он не утратил страсть к игре. Вы можете видеть, как он любит хоккей. Во время игр он переживает по поводу буквально каждого эпизода. Ну, и он, конечно, не только хороший тренер, но и отличный человек. Очень приятный в общении. Сейчас, после не самого удачного старта регулярного чемпионата, он пытается выправить ситуацию, помочь команде. И шаг за шагом, мне кажется, мы начинаем движение вперед. Работу на будущее. И прогресс уже все-таки заметен. Мы делаем степень по степень, степень по степень. И мы строим что-то для будущего. И так далее это достаточно хорошо. Освоили ли вы уже свою, возможно, новую роль в команде? У вас очень много голевых передач. То есть роль плеймейкера очень важна. И то, что вы постоянно выходите на ключевые вбрасывания, даже порой не со своими партнерами. Вот насколько это уже для вас привычно? И не вызывает ли каких-то проблем для адаптации на льду? В Ярославле на меня рассчитывали изначально как на одного из лидеров. И сейчас я пытаюсь соответствовать этой роли. У меня уже достаточно большой объем накопленного опыта. И в моем возрасте, как говорят, надо стараться показывать пример молодым. Мне доверяют наставники, предоставляя большое количество игрового времени. Поэтому я должен набирать очки и помогать команде побеждать. Ну и итоговый успех, как вы знаете, складывается не только из голов и передач. Но и, как, например, вы правильно сказали, выигрыша ключевых вбрасываний. В этом плане нынешний опыт не является для меня чем-то новым. На протяжении значительной части карьеры я лучше играл в своей зоне, чем в чужой. Проводил много времени на льду в меньшинстве. Выходил на важные вбрасывания. Сейчас, с приходом Дэйва, я на самом деле стал чаще вставать на точку, особенно в своей зоне, в напряженные моменты игры. Ну и хочу сказать, что когда у тебя что-то не получается в игре на вбрасываниях, то партнеры всегда готовы помочь, побороться за шайбу и все-таки вывести ее из зоны. На первый взгляд это мелочи, но без правильного отношения к ним ни одной игры не выиграть. Все размеры в наличии. Юниформ. В торговом центре «Формула» на Толбухино. Стильный, надежный и солидный. Большой седан от «Джилли». «Джилли М-Гранд». Современный дизайн и комфорт. Четыре звезды по безопасности «Евро-Н-Кап». Максимум безопасности для водителя и пассажиров. Приятная цена. А теперь и современный кроссовер. «М-Гранд Ик-7». «Джилли М-Гранд». Его стоит купить. В наличии официального дилера компании «Теда Моторс». Это «Хоккейный характер». Мы работаем в прямом эфире. У нас в гостях Александр Ардашев. Александр Аркадьевич, чешский легионер. Впервые за долгие годы у нас вновь появился. Вообще вам довелось поиграть с первым чехом в нашей команде, с Яном Петриком. Их адаптация в нашем клубе. Даже и болельщики уже отмечают, и специалисты. Что, пожалуй, именно чехи у нас лучше всего из иностранцев и играют. Согласитесь с этим высказыванием? Ну, наверное, согласиться мне придется, потому что так оно и есть. Я думаю, что нам, наверное, где-то повезло нашему клубу. Мы сумели пригласить правильных людей, правильных игроков. Это Ян Петер, который внес большую лепту нашей команде в 2002 году. Это у нас Вашечек, это у нас Рахунок сегодня, Иржин Новытный. Мало того, что они хорошие игроки, они еще прекрасные люди, очень легкие в общении. И они очень легко вжились к нам в команду. Поэтому, наверное, можно так считать. Языковой барьер, об этом часто говорят. Чехи, да, они все-таки русский язык достаточно легко воспринимают. Даже если его не знают, то стараются понимать как-то быстро. Вы как игрок, и как тренер поработавший, и теперь как менеджер, на самом деле, это для команды важный такой аспект, чтобы все были более-менее в курсе и игровых моментов, и то, что касается раздевалки. Ну, всегда, когда ты понимаешь язык, намного легче найти общий язык, да. Хотя хоккеисты могут разговаривать, в принципе, на языке хоккейном, жестами и так далее. То есть, ну, естественно, можно объясниться в раздевалке, на скамейке, чтобы мы друг друга поняли. Потому что, находясь на лавке во время очередной паузы, времени достаточно мало, и нужно успеть объясниться. И когда человек говорит по-русски, ну, естественно, это намного проще. У нас сегодня не так много времени, поэтому давайте перейдем к той теме, которая может быть вам даже и ближе сейчас по специфике работы. Это молодежный хоккей в Локомотиве, старт Лока и Лока-юниора. Как вы его оцениваете, какие задачи стоят перед командами? Мы знаем, что и та, и другая команда очень сильно обновились в этом сезоне. Как бы вы сейчас могли расценить то, что увидели в сентябре и начале октября? Когда мы готовились к новому чемпионату, были опасения, что наша команда по сравнению с прошлым годом, я и говорю о команде Лока, наверное, будет слабее. Команда значительно омолодилась. Мы большое количество ребят отправили в аренду, с кем-то пришлось попрощаться. И были опасения. Мы планировали создать такую ударную тройку, которая в общем-то сегодня и действует у нас. Это Красковский, это Коренев и Макшанцев. Также в наших рядах появляется Коршков, который сегодня уже, наверное, не одной, а уже обоими ногами в первой команде. И мы благодарны этим ребятам. Они сумели все же повести за собой тех мальчишек, которые пришли вновь к нам в команду. И, в общем-то, мы верим, что наша команда будет в этом году выступать не хуже, чем в прошлом году, а то и лучше. Также мы пригласили, в общем-то, опытного тренера Олега Браташа. Мы создали хороший тренерский такой коллектив, который верит в то, что он делает, у которых есть дух победителя. И мы надеемся, что наша команда в этом году, в общем-то, наконец-то что-то выиграет. Потому что наша команда действительно, пока мы ничего не достигли, но вы сами понимаете, были на то причины. Ну, да, провал, и пришлось многих удергивать повыше. Да. Опять же, да, то, что отправили многих в Рязань, удается ли вам успевать следить за этой командой, за Вячеславом Уваевым, за его работой? И можем ли мы рассчитывать, что со временем мальчишки, которые уехали туда, уже заматереют и на самом деле появятся здесь у нас, в главной команде? Очень здорово, что мы нашли общий язык с командой города Рязани. Мы долго с ними вели переговоры. Очень просили нам помочь в развитии молодежи. Убедительно их просили, чтобы мы им, чтобы они дали возможность поработать тренеру из нашей системы. Сегодня то, что мы планировали, работает. Руководство команды очень благодарное, постоянно нас звонят, благодарят то, что мы пошли, скажем так, им на встречу. Соответственно, мы в свое время их благодарим, что вы нам дали возможность. То, что мы просили. Команды сегодня играют очень достойно в АХЛ. Наши ребята практически забивают в каждой игре. Их большое количество у нас там. И мы, в общем-то, с оптимизмом смотрим, что наши ребята, пройдя вот эту школу высшей лиги, ну, кто-то из них, наверное, к нам вернется и будет играть и радовать наших болельщиков. Я вас тут перебью. Наверное, стоит поздравить Ивана Петракова позавчера, когда «Локомотив» играл против «Северстали». Рязань дома играла, проводила матч. Проигрывая 0-3, ребята смогли выиграть. В основное время 4-3, ну, и вот Петраков сделал хит-рик. Так что, если Иван каким-то образом эту программу увидит, мы, конечно, его поздравляем, так же, как и всю команду. Давайте перейдем вот еще к такой интересный момент. Вы сами сказали о том, что у тренеров «Лока» есть двух победителей, которые они должны ребятам передать. А насколько важно молодым, на самом деле, самим что-то выиграть, вот уже пусть на уровне «МХЛ» и прийти с этой психологией в главную команду? Важнее выиграть на самом деле в «МХЛ» или получить опыт, а там через вышку поиграть с более опытными? Вот, на ваш взгляд, что здесь приоритетно? Вы знаете, любая победа, она ценная. Неважно, где ты ее выиграл. В молодежном хоккее, в юношеском хоккее. Любая победа развивает дух победителя. И, на мой взгляд, все должно быть идти поэтапно. Выиграть юношеский хоккей, молодежный хоккей, побороться за какое-то место в «МХЛ». Ну и, естественно, потом уже ставить максимальные задачи. В каком возрасте, на ваш взгляд, оптимально переходить во взрослый хоккей, уже вот серьезный в «МХЛ». Мы видим на примере тех же чемпионатов в Швеции, в Финляндии. Там ребята очень рано начинают играть, им доверяют. Может быть, и в силу нехватки кадров, потому что у тех же европейцев уезжают ребята в «МХЛ». В нашем хоккее, да, сейчас началась волна обновления, но не слишком ли мы бережем на уровне «МХЛ» ребят? Может быть, ставить их в 19, в 20 лет уже? Я, конечно, здесь соглашусь, но есть причины, наверное. Начнем с того, что в этом году мы планировали подпускать уже в основной состав и наших защитников 95-го года рождения, и 96-го года рождения наших нападающих. Но в силу того, что мы стартанули не очень удачно, понятно, что сегодня нам нужно выровенить свою игру, начать наконец-то выигрывать, и тогда мы все же то, что мы задумали, мы, наверное, будем выполнять. То есть нам нужно обязательно в этом году обкатать молодежь, чтобы на следующий год они уже были реально игроками нашей команды. Есть ли контакт с руководством сборных, молодежных, юношеских? На кого они рассчитывают? Насколько большая может оказаться вот эта делегация наших ребят на чемпионатах мира, которые сначала у молодежи до 20 лет, потом на 18-летнем чемпионате мира? В прошлом году мы очень много общались с главным тренером молодежной команды, с Фарнаковым. В этом году тренер поменялся в сборной. К сожалению, пока мы не общались с ним, но, насколько мне известно, по последним турнирам наши ребята 95-го года рождения, это у нас и Черепанов, и Гавриков, и Рафиков, они застолбили с собой место в составе. Также они вызваны опять на очередной сбор, который будут играть в Чехии. Также на просмотровые игры берут у нас еще ряд игроков. Это Коренева, Коршкова, уже 96-го года рождения, и Красковского. Эти ребята, скорее всего, поедут на бойню, скажем так, на суперсерию в Канаду, и уже в этих играх будут смотреть, кто сможет пополнить ряды молодежи в сборной России. Спасибо, я благодарю вас за интересную беседу. На самом деле, интересный хоккей на молодежном уровне, не стоит про них забывать. Уважаемые друзья, постепенно наша программа подходит к концу. Сегодня у нас не так много времени в эфире. Оказалось, вмешалась опять-таки погода. Новостям нужно рассказывать о том, как мы боремся со снегом. Это был «Хоккейный характер» в прямом эфире. Мы с вами увидимся через неделю в этой же студии, после матча «Адмирал-Локомотив», и, наверное, поподробнее разберем его итоги. Всем удачи и пока!